В кои-то веки купил я, наконец, хороший телефон, чтобы снимать качественное видео. И, кстати, исключительно для канала, потому что мой прошлый телефон Xiaomi Poco X3 меня вполне устраивал. Вообще, кроме только одного-единственного, мне не нравилось, что всё время фокусировка у него. Если вы посмотрите все мои ролики, он всё время фокусируется туда-сюда, туда-сюда. Прыгает картинка, раз, с фокусировкой, потом он опять её ловит на видео. Вот такой косяк был. У этого, этой проблемы нет, но теперь есть у нас глобальная проблема. В общем-то, задушили нам наш любимый, обожаемый YouTube. Любимый YouTube. Я думаю, что можно даже так сказать, что есть вот интернет, а есть YouTube. YouTube — это такая огромная глыба в интернете, которая, наверное, занимает процентов 10 всего трафика в интернете в мире. Вот такая вот гигантская глыба. И, как они выразились, нам замедляют его. Нам не сказали, что мы вам уничтожим YouTube, убьём его, мы вам его замедляем. Вы знаете, когда я слышу слово «замедляем», ну, я это понимаю так, что вот я еду на автобусе, например, а он чуть-чуть помедленнее стал ехать. Может быть, в два раза медленнее, но мы всё равно едем. Сегодня я открываю YouTube, и просто любое видео включается, проходит 5 секунд, 10, а потом такая вот, значит, идёт загрузочка такая. Ну, я там смотрю в 1080, думаю, ой-ой-ой, может быть, так замедлили, что в 1080 уже не посмотришь. Ну, ладно, хорошо, ставлю 240. То же самое, то же самое. Ну, какое это замедление? Совершенно это никакое не замедление, это полное уничтожение. И вот насколько, насколько оборзевшая, одуревшая от власти, от вседозволенности. Понимаете, у нас в стране принято вот эту группу лиц называть властью. Но вы знаете, я не хочу называть властью то, например, когда тебя просто взяли в заложники, тебя доят, тебя унижают, вот как захотят. Вот сделают вот с тобой всё, что захотят. И у тебя никаких прав нет, ничего. И вот эту, эту группу, которая всё это со мной делает, а со мной, это не со мной лично, а со мной в виде всего народа, и брать, и эту группу называть власть. Ну, тогда любой террорист, который вас захватил, это ваша власть. Называйте его президентом, в конце концов. Почему нет? Потому что аналогичная абсолютная ситуация. У меня такое ощущение просто, что мы здесь все в заложниках. Уже давно, давным-давно с нами делают здесь всё, что хотят абсолютно, без исключения. И народ уже настолько с этим смирился, настолько к этому привык, настолько стал воспринимать всё это как должное, что, вот мне кажется, ну, скажи завтра, вот, я просто, я не знаю, как, как этих называть. Вот слово власть, у меня язык не поворачивается, это банда. Вот скажи, вот эта банда завтра скажет, мы вам запрещаем днём из дома выходить. Нет, мне кажется, что люди и не выйдут. Потом они скажут, а всё, всё будет сделано, ведь вы заметьте, всё делается в рамках закона. Закона. Банда пишет нам законы такие, которые, конечно, будут выполняться, естественно. А куда ты денешься? Пойди-ка не выполни. А если даже ты как-то и пытаешься умно обойти этот закон, а тут вдруг вспоминается, что у нас и вовсе и абсолютно не какое-то там общество, которое живёт по законам, светское так называемое, а оно абсолютно себе террористическое, и тебя замочат просто, найдут и замочат, тебя будут устрашать, угнетать всеми абсолютно способами. Всё, что захотят, вот всё с тобой сделают. И, на мой взгляд, такой плевок огромному, огромному количеству людей, это миллионы человек, миллионы, просто взять и сказать, а вы больше не пользуетесь Ютубом, потому что мы так хотим, потому что нам он неудобен. И вот вы понимаете, что из всего Ютуба, из огромного, из просто миллиона тем, которые там есть, которые нужны людям, необходимы, как там, я не знаю, как проверить всё, что угодно, шум в ступичном подшипнике, как диагностировать, там это есть. Как пирожки приготовить есть, как подмыться правильно, и то есть. Всё там досконально есть, но банде не выгодна лишь одна единственная тема, одна единственная. Когда эту банду критикуют, когда показывают результаты правления, вот как эта банда правит на протяжении лет, и что получается со страной, и вот эта малюсенькая вот пшик, маленькая прослойка из огромной мириады тем, вот им, этой банде, не нравится, не по вкусу, нам это не нужно. А значит, мы вам выключим всё, мы вам задушим весь Ютуб. Хрен вы его будете смотреть. Мы, конечно, чтобы как-то этот эффектик сгладить, мы вам скажем, что мы всего лишь как-то там, и ведь через кого они говорят, вся эта банда? Через кого? Ну, через каких-то там подставных, маленьких, маленьких жалких людишек, которые вообще ничего абсолютно не решают, ни в чём не участвуют. Они даже вот никто, ноль, пыль, всё только через них. Потому что истинная банда, она как будто бы, ой, да мы здесь ни при чём, мы никогда, мы не при делах. Вот всё, вот всё перекладывание друг на друга, концов якобы не найдёшь. Якобы. Вот они не могут просто взять и из Ютуба убрать политические какие-то темы. Ну, не дотягиваются их ручонки до туда, не могут они это сделать, не хватает у них мозгов, мощностей, ещё чего-то, у этой банды. И поэтому они берут и закручивают полностью вот вентиль, вот чтобы вообще не текло ничего. Хрен вам. Вот мы вам сделали Яндекс Дзен, пиздуйте туда. Рутюб сраный это говно, параша вонючая, туда пиздуйте, мы вам сделали. Пользуйтесь, ублюдки. вот настолько огромной, огромную вот многомиллионную страну, настолько вот, вот просто вдумайтесь, вот настолько в грош не ставят, что сделаем с вами, суки, ну всё, что захотим, всё, а вы, блядь, молчать будете. Только пикни, падла, сразу нахуй, сразу у нас уже по закону уже есть статеечка, такая-то, блядь, кодекс, такой-то, хуёдекс. Ни один судья не посмеет тебя оправдать, попробует только оправдать, сразу нахуй слетит со своей судебной должности, пойдёт мести улицы, никуда его не возьмут, если только он нам будет перечить нашей банде. Вот у меня такое ощущение складывается, вот всё, что я вижу здесь происходит, всё, и уже, понимаете, какое запугивание идёт, уже много последних лет идёт запугивание, вот это вот Сталинщина, вот это, да, вспоминается нам всем 37-й год, репрессии, всё везде в политзаключённых, всё везде, слово не скажи, и всё по закону. Так а что, разве Сталин не по закону расстреливал? Пожалуйста, вам суды, всё, нет, вас никто в подъезде не расстреляет, суд, тройка, пожалуйста, суды тройки, знаменитые, всем рекомендую, почитайте Архипелаг ГУЛАГ, сейчас такая есть тема, уже давно, дискредитируется Солженицын, Александр Исаевич Солженицын, возьмите и почитайте Архипелаг ГУЛАГ, он дискредитируется именно потому, потому что эти времена вернулись, и людей, знаете, не читал, но осуждаю, я очень много людей знаю, которые Архипелаг ГУЛАГ не читали, но когда им говоришь про Солженицына, они сразу, ой, ой, да что там, да что, своего мнения нет, возьмите, почитайте Архипелаг ГУЛАГ, все поймете, что никуда ничего не делать, мы в этом Архипелаге, мы в этом ГУЛАГе живем и по сей день, просто немножечко он перекрасился под другими лозунгами сейчас идет, раньше были более понятные какие-то лозунги, куда нас вели, для чего, сейчас абсолютно все абстрактно, размыто, и главное, лозунг такой, ты, главное, сиди тихонечко, не выебывайся, мы, может быть, тебе и заработать дадим, и поворовать хорошенько дадим, и хорошо жить будешь, ты, главное, язык в жопу, засунь поглубже, и молчи, промолчи, вы же видите, как давно эта банда обложилась такими законами, что критиковать ее нельзя, о как, вот это да, а что это мы так критики боимся, нельзя слово против сказать, уже готовы для тебя статейки, если ты что-то сказал, даже если ты говоришь чистейшую правду, чистейшую, а в суде будет указано и доказано, что ты распространяешь фейки, попробуй-ка, опротестуй, ну попробуй, замучаетесь, пыль по судам глотать, помните фразочку, главаря, он очень любит такие фразочки, ну опытный, что сказать, вот, мне печально, конечно, жить, это все наблюдая, осознавая, конечно, еще печально видеть, что, вот вы знаете, ну сто человек, вот я сейчас выйду, опрошу на улице, и сто из ста скажут, да похуй, вот пока лично, лично пока не коснулось, вот лично за жопу не взяли, вот настолько плевать, настолько вообще срать, что там с кем происходит, и это описано в книге Архипелаг ГУЛАГ, Солженицын много раз повторял, тогда такая же была абсолютно у людей, у масс такая же политика, умри ты сегодня, а я завтра, вот что угодно пусть творится, что угодно, вот пусть режут в соседней комнате соседей, всех, только не меня, и я буду сидеть смирно, вот так вот, куда дальше приведет политика правления этой бандой, я даже не представляю, ну главарь не, не вечный, и я вот, вы знаете, последние уже много лет живу с такой мыслью, а как же мне интересно дожить до момента, когда он умрет, он же смертный, не забывайте, он смертный, но к сожалению, и мы смертные, и вместе с его жизнью кончаются и наши жизни, заканчиваются, иссякают, и я боюсь, что когда я увижу Россию уже после этого главаря, моя жизнь уже закончится, я буду просто дряхлым стариком, наблюдающим пустыми, выцветшими глазами этот мир, какой он там дальше будет, возможно, у меня и мозгов уже не хватит это анализировать и понять, потому что видите, в каком хорошем здравии он находится, и на покой, так сказать, уходить совершенно не собирается, а мне интересно посмотреть, что будет с Россией, скорее всего, в высших эшелонах этой банды будет такая резня, такая грызня за власть, они же там уже все очень к ней привыкли, к своей власти, которая держится вся на, естественно, на одном только лишь человеке, который, как я уже сказал, не бессмертный, не кощей, и вот когда он уйдет, тогда и посмотрим, что будет, но сколько это еще будет длиться все безобразие, мне кажется, что Россия не будет свободна никогда, потому что я смотрю на историю, и обычный человек в России не был свободен, ну вот вообще никогда, ну не было такого в истории момента, когда обычный, так сказать, крестьянин, Иван, он был бы свободен, нет, все время под тем или иным гнетом, под тем или иным господином, просто иногда эти господа, они чуть-чуть отпускают поводок, и тебе кажется, что уже воля, уже свобода, сейчас наоборот, поводочек стал шипами внутрь, то есть шейник шипами внутрь, а поводочек покороче стал, и может быть уже многие ощутили эту удавку на шее, я хочу сказать, что вот все, что они это делают, вот все абсолютно, это они делают только с одной единственной целью, одна единственная, нет никаких других попутных целей, ничего нет, цель удержания власти, просто все так обставляется, все обставляется, и хомячкам все это преподносится и рассказывается, как будто это, это же для вас все делается, для вас все эти законы пишутся, и вот этих людей мы убиваем в тюрьмах для вас и пытаем, для вас сажаем, для вас уничтожаем, стираем с лица тех, все уничтожаем для вас, в общем, это все сделано для вас, и когда может быть кого-то будут тащить за волосы, за шею, сдирая кожу, вас тащить в какой-то каземат, заковывают в цепи, это тоже будет делаться все для вас, лично для вас, с заботой и любовью, вот так вот для вас здесь все делается, и будет продолжаться делаться, а почему? А потому что ничего над ними нет, над этой бандой, ничего, даже суда божьего нет, вы знаете, как будто бы нас тут все время, нам тут пытаются сказать, что вот есть что-то там сверху, оно смотрит, оно видимо только смотрит, но ни в коем случае не вмешивается, пусть творится здесь все что угодно, а оно, вот это вот, вот это вот оно, существо, Господь там или что оно, оно не вмешивается, пожалуйста, пожалуйста, да, твори здесь, что хочешь, я просто думаю, что, ну, когда уже такая патовая ситуация, когда видно, что, ну, ничего не поможет, ничего не спасет, ну, ну, вмешайся ты, ну, вмешайся, приди, люди в тебя уверуют, и так далее, новый виток веры в тебя начнется, ну, если там ему это вообще нужно, конечно, вот видите, я ушел не в ту сторону, а потому что вопрос-то объемный, в общем-то, как и все вопросы, оно здесь, из одного в другое, я не знаю, как вы посмотрите этот ролик, потому что ютуб показывает сегодня хотя бы более-менее, в телефонах он идет, открывается, вчера с затыками открывался на компьютере, сегодня уже на компьютере не открывается, возможно, это только первая волна, естественно, ну, что это такое, в телефонах оно будет что ли работать, ай-яй-яй, нельзя, а нет, а в рутюбах, в контактах, во всяких, в дзенах, пожалуйста, записывайте свои ролики, ну, потому что, если что-то банде там не понравится, а это все лично им принадлежит, лично это их все, то есть они тебя просто тут же моментально, вот как гниду ногтем, и раздавят, и ничего от тебя не останется, это до ютуба они не могут дотянуться, только лишь перерезать его полностью, перекрыть, а я думаю, все это идет от изначально рабского общества, общество изначально рабское было, вот у нас тут сейчас принято очень, я заметил, модно, очень ругать настоящее образование, вот какое оно сейчас, ай-яй-яй, какое плохое, и какое хорошее образование было в самом деле, в Советском Союзе, но видите, очень хорошее образование в Советском Союзе вырастило рабов, которые сначала позволили развалиться своему могучему, великий могучий Советский Союз, а потом и я тоже, я тоже из советского образования, поэтому рабству быть, и оно будет все более и более укореняться.